По поводу нашего кинометрографического позора на Каннах. Во-первых, если ты не сильное государство, не развитое, как Советский Союз, своей мощной культурой, голосом на мировой арене, транслирующий свою силу, так сказать, во всех смыслах на весь мир, с тобой не считается, и с твоим кино не считается. Это значит, прекрасные фильмы Балабанова ты приводишь в Канна, это был Союз, а их объявляют пропагандой античеченской, никто их не смотрит, соответственно. Второй момент. Когда в Советском Союзе была цензура, ход Советы, режиссеры снимали, седевры мирового кинематографа, их до сих пор смотрят, и у нас смотрят, и там до сих пор вывозят, показывают. Как только сняли цензуру, наша интеллигенция распустилась творческая, стала снимать такую блевоту, извините за выражение, что невозможно. Я смотрю, что они снимают. Или подделки типа Михалковского «Утомленного солнцем-2». Посмотрите на Михалковское солнцем-2. Подвиг старжевика «Туман» подлинный, он не захотел троить. Подвиг защитников аджимушкайских катакомб или одесских катакомб, или подвиг экипажа-бомбардировщика ТБ-7, упавшего в Финляндии, который не имеет никаких надежд на спасение, занял оборону на высоте. Это же 300 спартанцев. Нет, снимается какая-то поделка, лубок. Все. То есть наша интеллигенция пошла в разность. Совершенно не снимается отечественная великая фантастика. Смотрите, а элиту снимите. Это же стимпанк штильный. И ручку добавьте. Революционный напор. Два сумасшедших русских летят на Марс из разрушенного Петрограда и там еще революцию делают. И там погружаются в тайны земли. А сколько других? Все верганцевские. Какие великолепные у него рассказы и поисти. Рекронизируйте их. Это сказать новое слово. А вы что делаете? Артхаусную какую-то билиберду? Или какую-нибудь обывательщину? Безусловно, нет. А самое главное. Россия снова должна воссоединиться, воссоединить русские земли, выстроить промышленность, поднять сельское хозяйство, вернуть свою сильную науку. Опять сделать свой народ жизнеспособным. Дать новое слово миру, повести эту гонку мировую, попределить мировой проект. И тогда с нами будут считаться и на кинематографе. А так, извините, мы в Каннах всегда будем аутсайдерами.